Вы смотрите телеканал Вариант и сегодня у нас на первом плане заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Добрый вечер. 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. Главной целью было повышение статуса профессии педагога, подчеркивалась важность учителей в жизни каждого человека. На дворе 2024 год, поэтому можно подводить итоги, каким был год педагога и наставника в нашем городе. Знаете, я бы хотела начать ответ свой с того, что не только учителя, но и тех педагогов, которые работают в первую очередь, конечно же, в образовательных организациях. Это школы, детские сады, учреждения доп. образования, но и в учреждениях культуры. Школы искусств, музыкальные школы, художественные школы и в учреждениях спорта. Там тоже работают педагоги. Они не просто учат, они выявляют таланты у наших детей. Поэтому нужно говорить о всех педагогах. И год прошел, я думаю, что очень успешно. Было более 50 ярких мероприятий, и они все были посвящены именно педагогам. И вы знаете, мне кажется, и родители, и дети, и вообще общество как-то по-другому посмотрело на педагога. Педагога увидела важность профессии педагога, что он делает трудность. И по-другому стали относиться к этой важной и нужной профессии. В учреждениях образования города трудится как много педагогов? Более 4 тысяч. Это много или мало на сегодняшний день? Приходит ли молодежь в школу? Потому что трудности с кадрами, они есть везде, в любой профессии. Вот как обстоит дело у нас в городе с педагогами? Соглашусь, что трудности есть во всех сферах. И сфера образования, спорта, культуры, она тоже не осталась без этого. И надо сказать, что с каждым годом количество молодых педагогов приходит все больше и больше. Например, в сферу образования пришло 53 молодых специалиста. В сферу культуры это 11 специалистов. По сравнению с прошлым годом это больше. В сферу спорта это 5 молодых тренеров, которые занимаются с детками. Но, вы знаете, нужно сказать, что те изменения, которые произошли в законодательстве, они позволяют нам привлечь на работу еще и студентов. И 117 студентов, а они будущие молодые специалисты, они работают в учреждениях образования. Поэтому я думаю, что такая постепенная смена кадров у нас происходит, готовится. И, конечно, трудности будут, но я думаю, что мы успешно их преодолеем. Ну, смотрите, одно дело, чтобы молодой специалист пришел, другое дело, чтобы молодой специалист остался. Потому что ему может не понравиться, не устроить зарплата, какие-то условия труда и так далее. Вот что является основными стимулами для того, чтобы этот специалист остался в профессии? Во-первых, мне хотелось бы сказать о том, что самое важное – это помочь молодому специалисту закрепиться в профессии, состояться в профессии. А кто это может сделать? Это может сделать опытный педагог, наставник. Не случайно же год назван год педагога и наставника. То есть тот человек, который поможет молодому специалисту стать опытным, квалифицированным, хорошим педагогом. Но не только это важно. Важны, конечно, те условия, в которых педагог работает. Поэтому вот сейчас нацпроект, он и в сфере образования, и в сфере культуры, и в сфере спорта, он как раз направлен в том числе на то, чтобы создать вот эти современные условия, чтобы было комфортно педагогу работать и легко работать. Поэтому это важно. Конечно, немаловажна заработная плата. Поэтому все, конечно, правительством делается для того, чтобы заработная плата была достойная. Вот я думаю, что в этом году обязательно Министерство просвещения введет новую систему оплаты труда. И она значительно пересмотрит подходы к оплате труда наших педагогов. Но в любом случае, для выбора профессии, для того, чтобы остаться в профессии, все-таки, я думаю, заработная плата основная, но не основополагающая. Не только ради денег работает, тем более педагог. Так или нет? Конечно. Вообще педагоги, они такие люди уникальные, которые, мне кажется, даже без заработной платы, они работают за результат. Они работают для ребенка, чтобы ребенок стал успешным, талантливым, чтобы он состоялся в своей взрослой жизни. И, по большому счету, это такие альтруисты, которые делают все для маленького человечка, чтобы тот стал достойным гражданином нашей Родины. Но, с другой стороны, это все-таки достаточно благодарная работа. Ты видишь результат, так или нет? Да. Вот конкурсы, да, много достаточно конкурсов проводятся. Лучшие школы города, детский сад года. Здесь, какие они были в этом году, насколько они были актуальны? У нас этот конкурс проводится уже на протяжении 19 лет. И вот в 2023 году мы решили к этому конкурсу подойти, наверное, несколько с другой стороны, со стороны года педагога и наставника. И здесь задания для образовательных организаций, что для детских садов, что для школ, было одно. Они должны защитить проект. То есть их проект должен быть направлен как раз на развитие педагога, на развитие ребенка, на развитие образовательной организации. Поэтому вот те пять школ и те пять детских садов, которые получили деньги из муниципального бюджета, я думаю, что это немаленькие деньги, вот 10 образовательных организаций в объеме трех миллионов получили, они направили как раз на создание, например, третья-шестая школа, которая заняла первое место, она направила деньги на создание таких образовательных пространств для детей, для того, чтобы они могли заниматься дополнительным образованием, спортом во внеурочное время. Коворкинги – это сейчас очень модное слово. То есть там, где дети вместе со своими наставниками, советниками по воспитанию могут обсуждать вопросы какие-то для развития образовательной организации, для самоуправления, детского самоуправления. В детских садах также было направлено на создание условий для коррекционной работы, потому что это очень важно в детских садах, поскольку чем раньше с ребенком начнется работа, и квалифицированная работа со специальным оборудованием, тогда и ребенок будет успешнее в своей уже в школе, в колледже, в высшем учебном заведении. А насколько популярны эти конкурсы среди образовательных учреждений? Потому что уже не первый год, можно уже делать какие-то выводы. Насколько активно участвуют? И что для себя привносят? Все равно можно какие-то уже? Ну, все наши школы, детские сады активно участвуют. Но там есть определенные условия. То есть раз в три года можно участвовать. И, естественно... То есть побеждать каждый год не получится. Не получится, да. Потому что нужно дать возможность всем поучаствовать в этом конкурсе и получить дополнительные средства для того, чтобы создать условия в своей образовательной организации. Насколько это важно вообще участие? Дает ли это какой-то толчок к дальнейшему развитию какой-то определенной школы? Конечно. Создавая какое-то новое современное пространство, и педагогам, и директору школы хочется создать все больше и больше. И к этой работе подключаются и дети. Они активные участники трансформации образовательной организации. Им тоже хочется, чтобы каждый год появлялись новые локации, где можно было бы уединиться со своими друзьями, где можно было бы собраться своим каким-то маленьким, своей маленькой группой, коллективом, для того, чтобы обсудить вопросы обучения, вопросы также своего самоуправления в школе. Поэтому здесь это огромный толчок для того, чтобы создавать современные условия в образовательных организациях. Есть звонок зрителя, давайте ему ответим. Алло, Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А какой проект вы собираетесь организовать в году семьи? Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Говорим о 2023-м. Телезрители уже живут в 2024-м. Вы знаете, мне хочется отметить, что все-таки и этот год, он неразрывно связан с годом педагога и наставника. Год семьи – это такой масштабный год, который коснется, мне кажется, любого человека. У каждого человека, у которого есть семья, от мала до велика, будут задействованы в мероприятиях, которые мы планируем провести в год семьи. Первое мероприятие, которое у нас такое масштабное планируется, это торжественное открытие года семьи. Состоится оно 12 февраля. Мы торжественно его откроем. И практически еженедельно будут различные мероприятия в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в учреждениях спорта. Мы сейчас формируем план мероприятий на весь календарный год. И мы обязательно эту афишу со всеми крупными и не только крупными мероприятиями разместим на сайте администрации города, на сайте управления образованием молодежной политики, культуры, управления спорта. И направим в родительские чаты, для того, чтобы как можно больше наших жителей поучаствовало и в наших мероприятиях. Как можно говорить, увеличиваем охваты. Да. Главное, чтобы они получили удовольствие от тех мероприятий, которые мы для них приготовили. Давайте вернемся в 2023 год. Вот вы говорили о городских конкурсах. А были ли какие-то конкурсы регионального, федерального масштаба? Здесь есть чем гордиться? Есть чем гордиться, потому что наши образовательные организации и учреждения культуры, и спорта являются активными участниками. В первую очередь, это региональных мероприятий. Ну и, конечно, федеральных мероприятий. Хочется отметить, что у нас в 31 всероссийском конкурсе поучаствовали наши ребята, 7 победителей и 10 призеров, 24 мероприятия регионального, это конкурсы регионального значения. И там 11 человек стали победителями и 8 призеров. Хочется отметить нашу 49-ю школу, которая, мне кажется, в 23-м году собрала максимальное количество различных наград, стала победителем в конкурсе школьных пространств. Участвовало более 1000 образовательных организаций из 83-х субъектов. И 49-я школа стала победителем из 8 победителей и первой в Центральном федеральном округе. То есть в каждом федеральном округе был свой победитель, вот наш победитель. В нашем Центральном федеральном округе это 49-я школа. 23-я школа, 46-я школа. То есть все школы максимально стараются участвовать в региональных конкурсах и мероприятиях. И обязательно это участие во всероссийских конкурсах. Хочется отметить наше хорошее участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. 184 наших ребенка участвовали в региональном этапе и вышли на федеральный этап. И нельзя не отметить нашего учащегося гимназии номер 5, который стал победителем по английскому языку и поступил без всякого конкурса в высшее учебное заведение. Кроме того, хочется отметить наши положительные заслуги в обучении. 186 ребят получили золотые медали. То есть аттестат с отличием и золотой медаль, соответственно. И, конечно, это все дает дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. У нас в этом году было более полутора тысяч выпускников 11 классов. И вот одна треть поступила в такие престижные вузы, например, МГУ, МГИМО, высшую школу экономики. То есть в те высшие учебные заведения, которые входят в топ-100. Ну, слушайте, помимо того, что, естественно, это заслуги самих учеников, однозначно это заслуги их педагогов. И вот одно из знаковых событий в жизни города – это конкурс «Педагог года». Мы всегда чествуем здесь у нас в студии победителей, участников. Здесь уже скоро начинается 32-й конкурс, так или нет? – Да, 26 января мы торжественно тоже откроем 32-й конкурс «Педагог года». В этом году у нас есть нововведение, скажем так. Мы его немножко переформатировали. Четко выделили 6 номинаций для молодых педагогов, которые до 5 лет, чтобы они свое мастерство показали, обязательно. Для педагогов, которые опытные, также предметники, логопеды, дошкольное образование обязательно мы здесь выделяем. Для педагогов учреждений доп. образования – это «Сердце отдаю детям». На крыльях детства он имеет как бы две номинации одинаковые. для логопеда – это одна номинация. И такая же номинация, но для психолога и дефектолога. И вот из такой массы номинаций у нас получится три победителя. Это лучший педагог дошкольного образования, второй лучший педагог общего образования и лучший педагог дополнительного образования. А также шесть победителей вот в этих шести номинациях. И, наверное, вот это нововведение сподвигло наших педагогов активно участвовать в этом конкурсе. В этом году у нас 43 претендента на участие в конкурсе. То есть, наверное, такого давно у нас не было, когда столько педагогов хотят показать свое мастерство. И вот подводя итоги года педагога и наставника, каким бы, что бы вы назвали самым главным его достижением 2023 года? Вот здесь я, наверное, скажу очень просто. Достижением являются результаты наших детей. Потому что все, что не делает педагог, он делает для того, чтобы наши дети были лучшими, были талантливыми, были успешными, возвращались в наш город и делали его только лучшим. Поэтому, наверное, вот это. И все, что я назвала. И не назвала, к сожалению, не успела про учреждение культуры. Там много талантливых детей, которые участвуют и в «Синей птице», и на различных международных, межрегиональных, федеральных проектах и получают достойные признания. Поэтому наши педагоги трудятся, работают для того, чтобы наши дети были талантливы, были успешны и приумножали те успехи, которые есть у нашего любимого города. Итак, сейчас мы уже... у нас сейчас уже 2024 год семьи. Здесь вот немного так мы уже забегали вперед про мероприятия и так далее. Поэтому достаточно коротко. У нас буквально минуты три остается эфирного времени. Какие задачи у этого года, если основная? Задачи семейные ценности поддержать, приумножить, для того, чтобы помочь каждому и маленькому, и взрослому, и гражданину в возрасте. То есть я еще раз повторюсь, что год семьи – это такой год, который охватит каждого человека, проживающего на территории города, на территории области, на территории всей Российской Федерации. Он призван вот именно показать ценность семьи, что только семья – это основа государственности. и только с семьей, с полной семьей, возможно развитие и получение всевозможных благ. Поэтому это очень важно. И огромная благодарность нашему президенту, что он выделил следующий год, который за годом педагога, – это именно семья. И в этот год я хочу пожелать каждой семье, чтобы было благополучие, был достаток, было семейное благополучие и взаимопонимание, уважение в семье. И, конечно, хочется пожелать, чтобы в каждой семье был мир и покой. Мы надеемся, что мир на земле, он должен наступить. Спасибо, спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня заместитель главы администрации города Владимира Елена Запруднова. Елена Вячеславовна, спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...